Всем привет! Меня зовут Маша, и вы находитесь на канале московского камерного хора Эхо Снеос. Я его художественный руководитель и дирижер, и сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом создания хорового коллектива. Почему у меня вообще возникла идея снять такое видео? Потому что уже неоднократно меня и мои знакомые, и не очень мне знакомые люди спрашивали, как это все происходит, просили поделиться какими-то советами. И вот я решила, что будет проще, если я запишу видео и убью всех зайцев сразу одним выстрелом. Желание руководить своим хором у меня возникло, наверное, где-то на четвертом курсе училища. Да, кстати говоря, я уже записывала видео знакомства, в котором я рассказывала свой хоровой путь, точнее говоря, путь обучения хоровому искусству. Если вы не видели, я вот здесь оставлю ссылочку внизу, обязательно посмотрите. Ну вот. Но в тот момент мне хотелось руководить хоровым коллективом детским. После того, как я поступила в ВУЗ и проучилась там год, я поняла, что детский коллектив – это все-таки не то, что мне бы хотелось для реализации своих творческих начинаний. Я поняла, что хочу руководить своим взрослым коллективом, состоящим из профессиональных певцов. Но при этом в государственный хор эти работы мне не хотелось. И сначала для разминки, наверное, я организовала хор женский, любительский. Я позвала всех своих знакомых девочек, с которыми я так или иначе пересекалась в хоровой студии, может быть, в школе, даже маму свою позвала. Они, в свою очередь, тоже позвали своих подруг, тех, кто хотел попробовать попить в хоре. Брала я всех, даже тех, кто не умеет читать листа, тех, кто даже нот не знает. И мы что-то с ними делали, но концерт в итоге так и не состоялся ни один. Как-то так это сошло дело на нет постепенно. Женский коллектив у меня был где-то осенью-зимой. А весной я решила, что надо организовать уже какой-то более-менее профессиональный коллектив, и чтобы он жил, а не просто просуществовал месяц и исчез никуда. Я посоветовалась со своим мужем о том, как лучше это все начать. И он мне такую очень хорошую идею подал. Он сказал, что прежде чем звать певцов, нужно решить, для чего ты будешь их звать. И сейчас речь не о каких-то творческих реализациях творений музыки, а речь конкретно о том, какая итоговая цель того, что они будут ходить на репетиции. То есть мне нужно было сначала придумать, какое будет наше первое выступление. По-моему, ВКонтакте я нашла объявление одной из библиотек. Причем эта библиотека находится где-то на окраине Москвы. Туда надо ехать от метро на автобусе. Но они очень активно зазывали к себе каких-то исполнителей. Я туда написала, мне ответили, что, разумеется, с удовольствием, давайте приезжайте, пойте. И после этого я уже стала собирать коллектив. Я позвала однокурсников своих по училищу, по консерватории. Позвала также любителей, но тех, кто хорошо владел сальфеджио, у которого была хорошая интонация, кто голосом владел. И в итоге у нас собрался такой небольшой коллектив. На первой репетиции мы встретились в репетитории. Я искала репетиторий, в котором можно заниматься группами, чтобы это было не очень дорого, чтобы это было недалеко от метро. Но это, конечно, не самый лучший вариант для хоровых репетиций. Но на тот момент ничего больше не было, и это было хоть что-то. Первая репетиция уже показала какие-то недочеты. Нам, например, не хватало, в одну партию очень сильно не хватало голосов. И тогда я уже стала просить тех, кто уже согласился участвовать в этом проекте, спрашивать своих знакомых. Может быть, они захотят тоже присоединиться. Но в конечном итоге всех этих мыканей и исканий у нас образовался такой актет. Репетировали мы, как я уже сказала, в платных репетиториях, с одной стороны, и иногда нам удавалось порепетировать в той самой библиотеке, в которой у нас должен был быть концерт. Но, как я уже говорила, до нее было очень долго добираться. Так что вопрос помещения для репетиции стал очень остро уже тогда. Ну вот, в итоге, в июне мы провели концерт. И на лето мы, разумеется, разошлись. И я понимала, что мне сейчас ни в коем случае нельзя как-то хоть расслабиться и упустить что-то, потому что тогда все пойдет прахом просто. И уже в конце лета я начала искать постоянную репетиционную базу, площадку. Я написала письма в большое количество культурных центров, досуговых центров, домов культуры. И вот сейчас представьте себе, написала я где-то 15 писем, и мне только один культурный центр ответил. Хорошо, что ответил он положительно. Мы до сих пор занимаемся там, репетируем. Но в итоге вот, нашли мы площадку в культурном центре, стали там репетировать, собираться. И тогда можно было уже начать искать кадры, ну как бы не кадры, а певцов в наш коллектив уже не среди знакомых, а со стороны. Для этого мы сделали нашу официальную группу ВКонтакте. Она, кстати говоря, указана внизу в инфобоксе, можно посмотреть. Завели канал на YouTube. И когда стали искать новых певцов, я просто размещала объявления на таких информационных страничках ВКонтакте, как «Хочу пить в хоре», «Хоровая площадка», что-то такое. Я точно сейчас не буду называть вам, чтобы... Это не реклама. Чтобы просто не выводить вас в заблуждение, потому что точное название я не помню. Ну вот, и благодаря этим объявлениям стали приходить люди. Новые, свежие. Ну, собственно говоря, и всё. Именно про создание коллектива, про первые наши какие-то шаги я рассказала. Возможно, что-то я не учла в этом видео, что-то забыла. Ну, я много думала, и мне больше ничего не пришло в голову. Если вдруг какой-то вопрос я упустила, то, пожалуйста, напишите в комментариях, задайте его, я обязательно отвечу. И всем большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, то дайте об этом знать пальчиком вверх. Также подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и ждите новых видео. Всем до встречи!